Михаил Васильевич Ломоносов в середине 18 века написал «У народа, который не знает своего прошлого, не может быть будущего». Знал ли он, насколько пророческими окажутся эти слова для его современной родины, которая привыкла трактовать свое прошлое в угоду настоящему? Какое же будущее может из этого получиться? И вообще, есть ли оно у российского народа?» 1892 год. Деревня в Среднем Поволжье. На летящих по снежной улице санях, запряженных тройкой вороных, лихо стоит русский мужик, гордо воздымающий над головой американский звездно-полосатый флаг. Это картина известного художника-мариниста Ивана Айвазовского под названием «Раздача продовольствия». В России почему-то не принято афишировать тот факт, что США неоднократно спасали россиян от голодной смерти, в то время как собственные правители плевали на население с высокой колокольни. В начале 90-х годов XIX века в Российской империи в Черноземье и Среднем Поволжье бушевали голод и эпидемия. Для оказания гуманитарной помощи России в США был организован комитет помощи голодающим. Был сформирован флот голода, доставивший в Россию многие тысячи тонн продовольствия. Правительство США предоставило и финансовую помощь российским губерниям. Сани, изображенные на картине, развозят американское продовольствие, привезенное из-за океана пароходом Миссури. Момент прибытия этого судна в Россию присутствует на другой картине все того же Айвазовского «Корабль помощи». Россия неустанно голодала. И голодала не потому, что выращивала мало хлеба, а потому, что воевала беспрестанно. А война, как известно, дело дорогостоящее и денег из страны высасывающее. Именно поэтому все зерно, уходившее на продажу за кордон, давало империи деньги только на войну. Крестьянам же оставалось только голодать. История России – это фильетон на тему «Как жить всем на зло? Постоянно воевать со всеми, плевать на всех и оскорбляться. А после чего садиться за стол и, стуча пустой плошкой по столу, кричать «Дай пожрать!». Характерен один факт, по свидетельству историков, отражающий реальное положение вещей. Недоедающий русский люд был всемерно благодарен американцам за помощь в избавлении от голода. На первой картине Айвазовского мы видим, как голодающие русские пейзани радостно размахивают платками, шапками, фафудьями, а кто-то и вовсе, упав в придорожный снег, молится русскому богу и воздает Америке хвалу за помощь. Будущий император России Николай II писал тогда «Мы все глубоко тронуты тем, что к нам из Америки приходят корабли, полные продовольствия». Резолюция, подготовленная видными представителями российской общественности, в частности, гласила «Посылая хлеб русским людям в годину лишений и нужды, Соединенные Штаты Америки проявляют наиболее волнующий пример братских чувств». Тем не менее, с годами про помощь забыли. А через 30 лет история повторилась. Для большинства россиян неизвестным фактом остается помощь американского народа уже советской России в 1921-1922 годах во время небывалого голода. Причины которого две. Ограбление большевиками крестьян, когда были изъяты даже семена для посева, и засуха. Голод уже стал массовым явлением, но правительство Ленина пыталось его скрывать, рассказывая в газетах о плане электрификации страны. Когда бедствие приняло катастрофические размеры, правда наконец сообщила, что в стране голодают 25 миллионов человек, от Петрограда до Урала. В реальности цифра была намного больше. Патриарх Тихон обратился с просьбой о помощи. Епископу Нью-Йоркскому. Через вас зову народ Соединенных Штатов Северной Америки. В России голод. Огромная часть ее населения обречена на голодную смерть. На почве голода эпидемии. Необходима самая широкая помощь. Всякие соображения иного порядка должны быть оставлены в стороне. Гибнет народ. Гибнет будущее. Ибо население бросает свои дома, земли, поля, хозяйства и бежит на восток с криком. Хлеба. Промедление грозит бедствиями, неслыханными доселе. Высылайте немедленно хлеб и медикаменты. Из обращения Максима Горького. Для страны Льва Толстого и Достоевского, Менделеева и Павлова, Глинки и других всемирно ценных людей наступили грозные дни. И я смею верить, что культурные люди Европы и Америки, поняв трагизм положения русского народа, немедленно помогут ему хлебом и медикаментами. И американцы не заставили себя долго ждать. Самую большую помощь предложила американская организация АРА. Она, как гласила заявление, ставит себе только одну задачу – оказать посильную помощь русскому народу, главным образом голодающим, больным и особенно детям. Территория современной Башкирии была одной из самых пострадавших. Голодало 80% населения. Филиал АРА в Уфе начал работать в ноябре 1921 года. Тогда же в городе открылись первые столовые для детей. Столовая номер один находилась на углу современных улиц Ленина – Коммунистическая. Напротив – почтамта. Жители провинции дивились американскому сгущенному молоку, какао, кукурузе и другим продуктам, которые они видели впервые. Не менее впечатляли сами американцы – дружелюбные, энергичные, совсем не походившие на тех злобных буржуев, изображаемых советской пропагандой. Имевших опыт помощи другим странам американских волонтеров, потряс масштаб голода, нищеты и отношения власти к собственному народу. Иностранцы узнали, что слова «сейчас» и «завтра», которые они воспринимают буквально, для советских чиновников означают «неопределенное время». На пике помощи американцы кормили около 30% населения республики. Всего в 1921-22 годах из США в Башкирию было завезено 1817 тысяч пудов продовольствия, свыше 1 миллиона банок консервированного молока, множество теплых вещей. Для борьбы с эпидемией холеры Америка взяла на себя поставки лекарства, дезинфекционных средств, медицинского оборудования, организовав с привлечением своих врачей пункты прививок и вакцинации населения. Большая помощь была оказана Ара и в борьбе с разрухой. Бесплатно снабжаемые горячим питанием трудовые отряды смогли восстановить дороги, школы и больницы. Существенным был вклад США в посевную кампанию 1922 года. Это семена, инвентарь и техника, что позволило в последующем собрать хороший урожай. Едва прошла критическая фаза бедствия, большевики начали тяготиться помощью Америки, дискредитирующей в глазах населения советскую власть. Уже в июле 1922 года правительство Ленина шокировало мир, заявив о намерении возобновить экспорт зерна. В январе 1923 года в Одессе можно было видеть следующую картину. Американский корабль в порту выгружал продовольствие для голодающих, а рядом грузилось зерном советское судно для отправки в Гамбург. Видя, что заботу о прокормлении голодающих советских граждан взяли на себя иностранные организации, советское правительство обратило свои ресурсы на иные цели. Кремль продал в Англии драгоценностей на 20 миллионов золотых рублей и договорился о следующей продаже еще на 20 миллионов фунтов стерлингов. Это около 100 миллионов долларов в то время. Это были средства, превышающие пожертвования из-за границы голодающей России. В начале октября 1921 года Троцкий давал строго секретные указания советскому агенту в Германии Виктору Тропу разместить заказы на винтовки и пулеметы на сумму 10 миллионов золотых рублей. Об этом стало известно осенью 1922 года, что вызвало сильное изумление в американских благотворительных кругах. Сведения о том, что советское правительство сбывало собственные продукты за границу во время голода в собственной стране, шокировало общественное мнение Запада. Советские власти объяснили это тем, что им нужны деньги для приобретения промышленного и сельскохозяйственного оборудования, а совсем не оружия. Гувер выразил протест против бесчеловечной политики правительства, отрывающего у голодающего народа продовольствия в обмен на импорт оборудования и сырья ради успешной хозяйственной деятельности тех, кому посчастливится выжить. Но поскольку худшее было уже позади, большевистские власти пренебрегли мнением Запада. Сообщения об экспорте зерна из России сделали невозможным сбор средств в ее пользу. И в июне 1923 года иностранные общественники прекратили свою деятельность в России. Накануне закрытия уфимского филиала американских благотворителей местным властям Москвой было рекомендовано. При отъезде АРА приветствие, благодарность, проводы могут быть устроены, но должны носить абсолютно официальный характер от имени местных циков, СНКОМов, губосполкомов. Ни в коем случае не должно быть массовых от имени населения благодарственных актов и выступлений. Такой была благодарность советского правительства. Уезжало спасателей на одного меньше. От холеры погиб Гарольд Бленди. Едва выжил от болезни сам руководитель филиала Уолтер Белл, награжденный за свои заслуги званием «Почетный гражданин Уфы». По данным председателя ФЦИК Калинина, Америка спасла от голодной смерти 10 миллионов 400 тысяч советских граждан. Половина средств на гуманитарную помощь была выделена Конгрессом США, вторая часть собрана американским народом, жертвовавшим деньги, одежду и обувь. Газета «Известия», 21 июня 1923 года. «Деятельность Ара высоко ценилась нашим правительством. Их помощь никогда не будет забыта в нашей стране». Корней Чуковский писал в то время. «Знаешь ли ты, мой дорогой Рокфеллер, что эти три посылки Ара значили для меня? Понимаешь ли ты, как благодарен я Колумбу за то, что в один прекрасный день он открыл Америку? Спасибо тебе, старый мореход. Спасибо тебе, старый бродяга. Эти три посылки значат для меня больше, чем просто спасение от смерти. Они дали мне возможность вернуться к литературной работе, и теперь я снова чувствую себя писателем». Впоследствии советская пропаганда будет рассказывать о шпионской и подрывной деятельности США в эти годы. Антиамериканизм насаждается и по сей день. Эту уловку наверняка знали еще вожди первобытных племен. Нарисовать на стене пещеры образ врага, и пока народ швыряет в него камни, тащить мясо из общего котла. Откуда потомкам спасенных от смерти знать правду? Тем более, что эта правда как-то не вяжется с политикой Кремля. Однако столь масштабная помощь оставила множество документальных свидетельств. Несколько лет назад Национальный музей Башкирии организовал выставку, посвященную миссии Ара. Впервые за всю историю. Но выставка действовала всего пару дней и была закрыта по звонку сверху. И это естественно. Как можно говорить о роли США в спасении русского народа от голодной смерти, когда на всех федеральных телеканалах сегодня принято называть Америку врагом, всячески притесняющим Россию? А ведь есть и недавние страницы истории. У современных россиян среднего возраста должны еще остаться в памяти события 1990-х, когда после краха Союза разоренная и нищая страна нуждалась в помощи. И она ее получила от Соединенных Штатов Америки. Provide Hope – операция военно-воздушных сил США по доставке продовольствия. Осуществлялась с 1992 по 1997 год. То есть Америка возила России покушать целых пять лет. 500 рейсов было осуществлено за это время. Или снова забыли? Таким образом, несмотря на постоянную политическую конфронтацию, в трудные времена американцы, грубо говоря, всегда кормили россиян. И как только те восстанавливали свой калорийный запас, то начинали хорохориться и звереть. Ровно как и сейчас. Россия верными шагами движется к очередному экономическому краху. И совсем скоро вернется эпоха пустых полок, очередей и драк за последнюю бутылку водки. Не удивлюсь, что через какое-то время первыми же, кто откликнется помочь голодающему народу, будут именно Соединенные Штаты Америки. Но вот беда. Неблагодарные потомки не узнают того, как их дедов вновь спасали кровожадные янки от голодной смерти. Иваны, не помнящие добра, набьют свои брюха, вытрут рукавами лоснящиеся рты и снова начнут ненавидеть Америку. Так есть ли будущее у этого народа? Вопрос, конечно, риторический.